всем привет приветствую вас на своем канале мир и радфишинг сегодня видео будет распаковочка бандерольки которая пришла мне с магазина биркинг киев юэй в этой бандерольки 3 воблера это копии на дуа реалис 1 от биркинга две копии от алблю 120 реалис биркинговский я оторвал на пшле так его и нашел походу он при разрыве шнура отстрелился и уплыл вот в арбузике и два две соточки вот таких две соточки гиповая воблера тоже копия на реалис как бы брать освещение вот такие три воблера давайте распакуем их визуально посмотрим этот воблер уже там есть в обзорах как бы но еще раз покажу может быть кому-то будет интересно посмотрим поехали вот такой арбузик решил его восстановить своей коробочке потому что очень хорошо ловит щучку такой воблерок тоже матерый игра прикольная он меня там на одном ряду и сваруная биркинг такие ребята бравые исполнен качественно придраться не к чему слышно мелкие шарики как в оригинала макс квада а кстати ребята сделай такой анонсик не биркин написали что через 10 дней мне отправят посылочку с макс квадами 115 копию на макс квады 115 размере посмотрим там по сообщению непонятно один или несколько штук либо может быть или простую болванку неокрашенную мы будем ждать посмотрим давайте дальше вот такой воблерок натуралочка ну блин исполнение вообще офигенный офигенный воблер классно сделанный крючки острые петли залиты вроде бы проклеены заявленный вес всего 15 8 грамма суспендер написано глубина заглубления от двух до трех метров указано производителем вот так вблизи вскрытый лаком такие переливы шикарный воблер возможно в ближайшее время и потестируем их и третий воблерок вот такого зеленого окраса специально два брал натуралку и зеленый думал успеет к соревнованиям потому что я глубин на том водоеме не знал думал что там глубоко но почта по какой-то причине они задержались дороги и только вот сегодня пришли мне точнее вчера забрала сегодня зафокусируйся блин вот такие воблера тут стекло матовое петли все на высшем уровне такой больше тихий больше среднего система дальнего заброса шары без магнитки без магниткой интересно по ходу есть какой-то магнит вот и шары должны на спинке ездить туда-сюда переворачиваю только после встряски падают вот такие два воблерочка новинка у меня диповых у меня там по-моему есть один вот суёки а таких двух маленьких нет вот ну сейчас протестируем на воде их какие они там суспендеры как заявляет производитель все просто показываю вам какие воблеры пришли чтобы не было мне нареканий типа что голимый там обзор вот такие два воблера прошу любить и жаловать все посмотрим на воде итак ребята первым идет наводные процедуры это беркинговский реализ 120 вот такой он у нас тонущий я наверное ему поменяю тройнички поставлю пресноводной серии и покажу вам что получилось с этого как сказать эксперимента дальше запускаем алблюшный соточка он такой плавающий ну я наверное сейчас поменяю крючки местами с беркинговского на этот поставлю да посмотрим что с этого получится ну и вот такой зеленый тоже такой же плавающий как-то они себя ведут разному на натуралочке шары с хвостовой части перекатываются произвольно вперед маленькая посудина непонятно но этот плавающий натуралка зеленый плавающий но зеленый такой с поводком будет как раз нормальный а натуралочку сейчас поэкспериментируем с крючочками не переключайтесь поменял я крючки между алблю и беркингом этот был тонущий все вот этот уже всплывает то что мне надо плюс поводок и будет медленно всплывать так его меньше шансов потерять и алблю с крючками морской серии да этот тонущий получился все таки я этому поставлю натуралки поставлю крючки пресноводной серии лучше пускай медленно всплывает ну вот такие воблер очки все увидели мое пополнение ссылки на магазины будут в описании всем кому понравилось ставьте лайки не понравилось дизлайки подписывайтесь до встречи на рыбалках пока пока